This conference will now be recorded. 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 Generally speaking of everyone, people who will later be recorded. Things will now be recorded. They will now be recorded. 1 1 1 1 1 1 1. В 2. Type of laid today. В 3 2 1. Cristo сiks. 8 2 5 3 2 L citbony. 1 1 2 2 2. 2 2 1 1 2 2. 3 2 2 2 is a 3 2 1ار Ups. 2 2 2 2 1 1 1 2 2 2 or 3. 2 2 over 1 2 2 2 1 1 2 2 1 1 2 1 2 1, 이거는 1 2 2 2 2 2 2 E 1 1 1 1 1 1 1 2 2 1 1 1 1 2 2 2 2. Человек принимает решение, соответственно, в течение какого-то времени готовится, подает заявку, заполняет анкету с веб-формами на сайте PMI в свойствах учетной записи. Дальше эта заявка отправляется на аудит или не отправляется, тут уж как повезет, и после прохождения аудита и оплаты попытки сдачи экзамена назначается время и дата экзамена, ну и, собственно, сам экзамен, который может быть сдан, не сдан. Ну и, соответственно, после этого, если человек получает статус PMI, его задача развиваться, развивать свою карьеру, свой профессионализм и раз в три года подтверждать этот статус, продлять эту сертификацию. В этом смысле все как было, так и осталось. Что изменилось в заполнении заявки, вот начиная прям с первого пункта до 1 января 2021 года опыт, который нужно было описать, опыт практического участия в проектах, точнее, практического управления проектами, распределялся, часы опыта распределялись по доменам. Пять доменов, соответствующие пяти группам процессов, инициация, планирование, исполнение, мониторинг, контроль, закрытие. Сейчас этого нет, нет распределения по доменам. Домены есть, они другие, но распределения по доменам не требуется. Дальше. Раньше время часов опыта указывалось, собственно, в часах, а сейчас, ну, на мой взгляд, это такое упрощение. Можно указывать время работы в качестве руководителя проекта в годах и в месяцах. Просто чуть проще. Следующее изменение. До января не требовалось идентификации примененных методологий. Имеется в виду методология waterfall, предиктивные жизненные циклы, методология agile, scrum, kanban и так далее. Сейчас относительно каждого описываемого проекта необходимо идентифицировать примененную методологию, причем сделать это в соответствии с рекомендациями PMI. То есть четко обозначить в описании опыта, по какой методологии реализовывалось управление этим проектом. Далее. Раньше в анкете было много свободных форм, которые нужно было просто заполнить текстом. Там было какое-то ограничение по количеству символов. Сейчас таких свободных форм меньше. Мне тоже кажется, что это упрощение. То есть одно дело заполнить выпадающие списки с каким-то конечным перечнем значений, выбрать из справочника. Другое дело самостоятельно на английском языке придумать, что написать, что описать и так далее. Ну то есть сейчас многое заведено в справочниках. Дальше. Раньше было свободное описание результатов проекта. Сейчас, поскольку в домены добавилось бизнес-влияние проекта, ну то есть влияние на стратегию компании, на бизнес-показатели, на бизнес-результаты, соответственно, это теперь тоже требуется описать. Измерение влияние результатов проекта на ту компанию, в рамках которой этот проект исполнялся. Вот это вот основные, так коротко по пунктам, изменения в заполнении заявки. А так, в принципе, схема такая же. Еще одно изменение, которое касается заявки и касается прохождения аудита, связано с тем, что называется PDU. Что вообще происходит с PDU сейчас? Какая ситуация? Ну, во-первых, и раньше, и сейчас PDU – это Professional Development Units. Для подачи заявки на прохождение сертификации PDU не только не нужны, но и невозможны, потому что это Development Units, то есть это юниты профессионального развития. И PDU используется для того, чтобы продлить сертификацию, подтвердить. Если у человека есть действующий статус PMP, соответственно, за три года он должен отчитаться в PMI о 60 накопленных юнитах профессионального развития. То есть доказать, что он не остановился в развитии, что он читает книжки, управляет проектами, участвует в конференциях, ну и так далее. Для подачи заявки нужны не PDU, а контактные часы. Это, во-первых. Во-вторых, ну на самом деле и PDU, и контактные часы обучения – это часы. То есть это не просто юниты, это именно часы. Но контактные часы, вот то, что называется Contact Hours, это именно контактные часы обучения. То есть предполагается прохождение учебного курса, причем в качестве таких контактных часов, которые можно подавать в заявке, можно использовать те часы, где в конце курса предполагалась проверка знаний. Professional Development Units, PDU – это не только часы обучения, это в том числе часы управления проектом, это в том числе часы, ну, например, сделал человек доклад на конференции. Он же не обучался, но при этом он может отчитаться о PDU перед PMI. Ну, то есть это, во-первых, разные понятия. Во-вторых, PDU – это то, что присваивалось учебными центрами, которые имели статус зарегистрированных провайдеров обучения за учебные курсы. Отсюда, собственно, и возникла путаница. И они могли использоваться и для продления сертификации, и для подачи их как контактных часов вот при заполнении заявки. Сейчас, с 2021 года, такое понятие, как зарегистрированные провайдеры обучения PMI остались, вот учебный центр специалист в 2021 году получил этот статус, то есть мы все еще являемся зарегистрированными провайдерами, registered education provider. А вот PDU никто, ни зарегистрированные провайдеры, ни какие-то другие учебные центры, они теперь не начисляются в свои курсы. Почему? Потому что PMI отменил аккредитацию курсов. То есть раньше мы, как учебный центр, все наши учебные курсы в линейке управления проектами подавали на аккредитацию в PMI, и PMI авторизовал какое-то количество часов этого курса для возможности продления сертификации тех, кто у нас эти курсы проходит, ну или для подачи при оформлении заявки. И, соответственно, у нас бывали такие ситуации, когда курс 40-часовой, а PDU подтвержденных 16 часов. Почему? Потому что в рамках 40-часового курса именно 16 часов посвящается теме управления проектами, методологии управления проектами из источников, авторами которых являются специалисты из PMI. Вот сейчас такой системы нет. То есть мы в этом году не будем подавать курсы на аккредитацию, и, соответственно, мы можем теперь на свое усмотрение, в своем порядке, предлагать нашим слушателям определенное количество PDU использовать для отчета для PMI. Само по себе понятие Professional Development Units, оно осталось. Только если раньше это были PDU за аккредитованный курс, то есть вот эту задачу доказать, что мы рассказываем про управление проектами на основе источников PMI, учебный центр брал на себя, мы брали на себя. Теперь это доказательная задача, она ложится на тех, кто будет подавать эти часы как контактные часы или использовать их как Development Units для продления сертификации. Сейчас пока еще, вот коллеги говорят, я сама не заходила в свой профиль, не смотрела, но коллеги говорят о том, что прямо сейчас можно зайти в свой профиль, ну, имеется в виду профиль действующего сертифицированного профессионала по управлению проектами, и использовать наши курсы для продления сертификации. То есть сейчас пока еще это сохраняется. Но поскольку анонсировано то, что аккредитация курсов будет отменена, не исключено, что просто со временем это отменят. То есть в качестве контактных часов обучения можно подавать какие-то учебные курсы, можно вплоть до того, что сейчас, допустим, прочитал книжку про управление проектами и подаешь ее как контактные часы обучения, но понимая, что доказательная вот эта задача ложится на тебя же. Раньше было проще в качестве контактных часов подавать вот эти вот PDU, которые давал учебный центр. Сейчас в этом смысле, возможно, будет немножко сложнее. Это вопрос и заполнения заявки, и того, что вы подаете в заявке, и это вопрос аудита. То есть если заявка попадает на аудит, ну, как всегда, собственно, 25% заявок, не знаю, по какому принципу, попадают в этот аудит, там одно дело обосновать свое образование. Здесь все просто, это просто копия диплома. Другое дело обосновать свой опыт работы в проектах, в управлении проектами. Здесь телефоны свидетелей, ну, то есть те, кто может подтвердить, что вы этим занимались. А третье дело, это вот обосновать то, что вы осваивали материал по управлению проектами на основе источников PMI, возможно, не первоисточников, может быть, кто-то транслировал эти первоисточники, но это имеет отношение к тому, о чем говорит институт PMI. Вот такая ситуация сейчас. То есть PDU вы сможете в учебных центрах получать, но доказывать о том, что это PDU, нужно будет самостоятельно, в том числе, если эти PDU используются как контактные часы при заполнении заявки. Вот, вот это то, что касается процедуры. Так, все, в принципе, все остальное, все остальное также вы выбираете. Место, время, про способ онлайн я тоже немножко расскажу, а мы пока идем дальше. По форме самого экзамена, что поменялось? Что поменялось по форме? До 1 января 2021 года экзамен – это 200 вопросов, из них зачетных 175. То есть 25 вопросов до января были с точки зрения PMI тестовыми. Они просто откатывали базу вопросов, и если они понимали, что обратная связь от кандидатов, тех, кто заполняет эти экзаменационные формы, плохая, то есть просто никто не отвечает правильно на этот вопрос, они убирали его из базы, ну и так далее. Сейчас 180 вопросов, то есть 20 вопросов убрали, а зачетных все еще 175. То есть только 5 из тех вопросов, на которые нужно будет ответить, идут в зачет, идут, извините, в тесты, а 175 идут в зачет по-прежнему. И время экзаменационное сократилось. Раньше это было 4 часа, 240 минут. Сейчас время сократили на 10 минут, сейчас это 230 минут. Ну то есть тайминг немножко стал помягче. Количество вопросов сократилось на 20, а время сократилось всего на 10 минут. Немножко больше будет времени для того, чтобы подумать над каждым вопросом. Что касается перерывов. Раньше был один перерыв до января, причем какое-то время он был необязательный, опциональный, с какого-то времени он стал обязательный, 10-минутный после 90-го вопроса. Сейчас это два перерыва по 10 минут, причем они строго обязательны, никто не спрашивает, хочешь, не хочешь выходить на перерыв. Для кого-то это хорошо, кому-то это мешает. Потому что, ну, бывает, кандидаты говорят о том, что я там хожу в состояние потока, и если меня остановить, мне потом сложно вернуться, собственно, к ответам на вопросы. Для кого-то проще. Кто-то, в принципе, наоборот, не мог раньше высидеть вот эти 4 часа, не отвлекаясь, потому что это просто физически сложно, кому-то по здоровью это категорически запрещено, ну и так далее. Но, в общем, нас сейчас не спрашивают. Сейчас это два перерыва по 10 минут, причем эти перерывы, они привязаны не ко времени экзамена, они привязаны к вопросам. Они всегда строго после 60-го и после 120-го вопроса, сколько бы времени вы не потратили на эти кусочки. То есть, по сути, 180 вопросов поделены на 3 части, и после 1-й, 2-й по 10 минут перерыв, ну а 3-я часть – это уже завершение экзамена. Те кандидаты, которые уже смелые и уже попробовали сдать экзамен в этом году, ну в том числе и сдали успешно, они говорят, что в возвращении с перерыва есть подбог. Когда кандидат садится перед экзаменом, который загружен на компьютер, видит, что время перерыва закончилось, ну то есть время, отведенное на следующий блок вопросов, пошло, а вопросы не загружаются. То есть запуск вопросов, следующего блока вопросов, это тоже пока такая персональная ответственность самого кандидата. Вернуться к ревью предыдущего блока после того, как начался перерыв, уже невозможно. То есть 60 вопросов ответили, отправили их, и все, к этим 60 уже не возвращаемся. То есть нужно в этом смысле немножко по-другому правильно распределять время. Вот это экзаменационное. Хорошо, это такой вопрос. Дальше. Что касается языка. До января 2021 года это был английский язык и интерфейса, и вопросов. И была возможность, с какого-то момента, тоже так было не всегда, но с какого-то момента появилась возможность заказать перевод на национальный язык. То есть сам по себе экзаменационный механизм, он был на английском языке. И вопросы, и варианты ответов, и выбор кандидата тоже был на английском языке. Но можно было отдельным окном открыть перевод на русский язык. Сейчас все по-другому. Сейчас при выборе места и времени проведения экзамена, прохождения экзамена, мы выбираем национальный язык, и всегда будет возможность посмотреть в англоязычный первоисточник. И, конечно, имеет смысл идти именно по этому пути. Потому что если заказать английский вариант, возможность посмотреть перевод на любой язык будет уже невозможна. И даже если вы уверены в своих силах в английском языке, лучше все-таки идти по пути национальный плюс английский, чем только английский. Потому что формулировки вопросов иногда просто объемные по количеству слов, и там много отвлекающих маневров, много каких-то запутывающих таких тезисов. И, соответственно, иногда эти кейсы проще читать на родном языке, чтобы не вникать потом долго в have been doing и have been done. Оно еще едет или оно уже приехало. Чтобы можно было просто свериться, по крайней мере, с каким-то вариантом. Ну а лексика, терминология, она, конечно, англоязычная. В этом смысле пока все сохраняется. Причем сейчас на русском языке будут и вопросы, и сам интерфейс. Дальше следующий вопрос. Проходной бал. До 1 января так было декларировано 61% правильных ответов с распределением весовых коэффициентов между вопросами. Все просто понятно. Сейчас со 2 января тоже все просто, но не очень понятно, потому что искусственный интеллект будет оценивать и не только результаты, и процесс, собственно, прохождения экзамена. Ну, то есть, что будет происходить, мы знаем только из тех вебинаров, которые проводит PMI. И вот на каких-то таких отдельных мероприятиях они озвучивают, что предполагается, например, оценка скорости ответа кандидата, например, возврат к предыдущим вопросам, например, если это какой-то мультивыбор, сколько правильных, сколько неправильных вариантов из того, что выбрал кандидат. Ну и, соответственно, исходя из этого, будут вроде как для каждого индивидуально определяться, опять же, веса вопросов, и, собственно, каждый следующий вопрос будет подбираться на основе выводов вот по предыдущей сдаче. Вот это то, что нас ожидает. Дальше. Помимо возможности сдать экзамен в центре тестирования Pearson VUE, в этом смысле тоже ничего не поменялось. Один Pearson в Москве на Ленинском проспекте, Ленинский проспект, дом 1. Есть в Питере центры тестирования, но список актуальных авторизованных центров тестирования, которые могут принимать этот экзамен, уточнять нужно каждый раз, потому что это тоже такая переменная величина. У Академии VUE свои какие-то требования к центрам тестирования, они могут присваивать этот статус, они могут отнимать этот статус и так далее. Но сейчас помимо возможности сдачи в центре тестирования появилась возможность сдать еще и онлайн, собственно, из удобной для себя локации. И для кого-то это удобно, для кого-то это прекрасная возможность, для кого-то это может представлять большую сложность, чем приехать в центр тестирования. Тут, собственно, каждый решает сам для себя. Ну, соответственно, что предполагается, если кандидат сдает онлайн? Это, опять же, искусственный интеллект для идентификации кандидата и пространства, то есть при загрузке экзаменов, допустим, там на домашний компьютер, нужно будет в веб-камеру показать удостоверение личности, показать себя и показать веб-камерой все помещение, в котором находишься. Первый момент. Второй момент – это в любом случае англоговорящий проктор. Ну, то есть, если сложно с английским языком, сложно будет общаться с проктором, потому что никого рядом быть не может по правилам центра тестирования. Должно быть подготовлено помещение, все двери должны быть закрыты, никаких плакатов, никаких надписей на стенах быть не должно и буквально полное отсутствие посторонних в помещении, то есть, если даже кто-то случайно зайдет, забежит, экзамен будет остановлен. Дальше, следующий момент – постоянное присутствие кандидата в кадре. Ну, то есть, отвлекаться, вставать, ходить запрещено. Все эти правила, на самом деле, описаны на сайте центра тестирования, можно это все почитать. Ну, вот я обращаю внимание на самые такие ключевые моменты. Разговаривать с собой нельзя, закрывать рукой рот нельзя, лицом, какую-то часть лица. По крайней мере, в этот момент проктор попросит этого не делать. Он следит, тоже в режиме онлайн. Ну, соответственно, нужен компьютер с камерой и микрофоном, и монитор может использоваться только один. Если два монитора, второй должен быть выключен, отключен. Один из самых существенных моментов – надежнейшее такое интернет-соединение. То есть, нужно быть уверенным в том, что связь не прервется, поскольку вот эти вопросы разрыва связи в тот момент, когда мы сдаем экзамен в центре тестирования, ложатся на специалистов в этом центре, и они решают вопросы, они созваниваются с провайдерами, договариваются о загрузке остатка экзамена и так далее, и так далее. Вот если сдавать самостоятельно, придется это делать самостоятельно. Ну и запрещены все артефакты. Посторонние бумаги, карандаши, телефоны, калькуляторы, любые прочие девайсы, любые записи, которые необходимо будет сделать. Мы делаем, кстати, в том же центре тестирования также. Раньше в центрах тестирования выдавали такие ламинированные листочки с фломастерами. Вот сейчас на экзамене PMP этого нет. Сейчас это whiteboard на самом компьютере. Ну и, соответственно, мышкой, маркером какие-то заметки для себя делаем. Причем эта доска, она маленькая, все время приходится стирать все эти заметочки. Ну, калькулятор всегда был в интерфейсе самого экзамена. То есть ничего постороннего не должно быть. И для кого-то, повторюсь, возможность сдавать в режиме онлайн, давно к этому шел институт PMI, CEPM, например, давно можно было сдавать в режиме онлайн PMP. Они все никак не решались. Ну, в связи с пандемией в прошлом году, собственно, они вынуждены были, конечно, это реализовать. Для кого-то это возможность, а для кого-то это такое, в том числе, непреодолимое препятствие. То есть тут каждый решает сам для себя, пользоваться ли этой возможностью. Вот это то, что касается формы экзамена самого. Теперь по содержанию экзамена, что поменялось? Изменения в начинке. По-прежнему в содержании экзамена мы ориентируемся на официальный документ Examination Content Outline. Его можно скачать на сайте PMI. И всегда нужно скачивать последнюю версию, потому что этот документ, он тоже обновляется. Структура этого документа до января 2021 года включала пять доменов. Инициация, планирование, исполнение, мониторинг, контроль, закрытие. Ну и, соответственно, проценты вопросов распределялись по этим пяти доменам. Сейчас домены есть, но другие. Люди, процессы и бизнес-среда, бизнес-окружение. Бизнес, собственно. 50% вопросов посвящены техникам, процессам, технологиям, инструментам и так далее. То есть вот это то, что мы и так знали из предыдущей версии экзамена. Остальные 50% распределяются между людьми и бизнесом. 42% люди, 8% бизнес. И ориентироваться в этом документе проще, если сопоставить его, сравнить его с тем, что было раньше. Это еще один документ. Называется он... ПМП-экзам-контент-гроссовер-мэп. Ну, то есть это сопоставление, соотношение того, что было и того, что есть сейчас. Расписанные по задачам. Собственно, каждый из доменов, он и был и сейчас расписан по задачам. Вот, например, в домене бизнес-среды 4 задачи. Планировать, управлять соответствием проекта стратегии, оценивать, реализовать выгоды, ценность проекта, оценивать влияние изменений, поддерживать организационные изменения. Если сравнить это с теми задачами, которые были в предыдущем варианте этого документа, то здесь может много интересного открыться, потому что, ну, возможно, для кого-то из вас эта мысль, она так пришла не впервые. Этот документ тоже можно скачать на сайте PMI. Посмотреть соотношение, что и так вы уже знаете, что нужно освоить нового. Вот в домене люди, например, появилась новая задача. Три новые задачи, да? И вот если посмотреть на вот эти вот синенькие, которые new, которые не сопоставляются с предыдущей версией, то больше всего синенького не в процессах и не в людях. В людях три новые задачи в процессах, там чуть побольше, но больше всего вот в этом домене, который бизнес-среда, который бизнес-окружение. Тут, в принципе, мало что было в предыдущих версиях. Вот контент-аутлайн и, если уже готовились, то соотношение со старой версией. Вот эти документы нужно будет изучить. И, собственно, контент-аутлайн – это основная структура экзамена и это база для подготовки к экзаменам. Что по содержанию, да, поменялось вот совершенно радикально. До 1 января 2021 года в кейсах, в вопросах экзаменационных был описан предиктивный жизненный цикл, строго предиктивный. С января 2021 года 50% вопросов будут посвящены или agile, или hybrid, ну, то есть или гибким методологиям, или гибридным жизненным циклам. Собственно, почему меняется экзамен? Он меняется не потому, что меняется, например, PMBOK или появляются какие-то новые книги. Экзамен, так же как PMBOK, меняется потому, что меняется профессия руководителей проектов. И все изменения экзамена PMP, они всегда связаны с результатами исследований, которые проводит институт PMI в профессии. Это исследование профессии. То есть это опрос руководителей проектов по всему миру о том, кто, чем, как управляет, какими инструментами пользуется и так далее, и так далее. И если раньше руководители проектов в большинстве случаев говорили, рассказывали о предиктивных инструментах, классических традиционных инструментах управления проектами, и про agile мало кто говорил, то есть можно было считать это такой погрешностью. То сейчас PMI обнаружили, что в профессии, в практике управления проектами agile стало не меньше, чем предиктивных технологий. Поэтому это нашло свое отражение и, собственно, в экзаменационных вопросах. 50% вопросов про agile. Если сейчас послушать кандидатов, которые попытались сдать экзамен, кто-то сдал экзамен в этом году, можно услышать такое мнение, что там один сплошной agile. Ну, наверное, я бы не стала так обобщать и горячиться. Скорее всего, это вопрос того, что сложно для самого человека, если для тебя так интуитивно сложна какая-то тема, ну, например, тот же agile, например, тот же освоенный объем. Так и будет казаться, что там большинство вопросов посвящено этой теме. На мой взгляд, правильно ориентироваться все-таки на официальную установку PMI и говорить о 50% вопросов, рассчитывать на 50% по предиктивному жизненному циклу. Соответственно, поскольку сейчас будет много гибких методологий, не то чтобы большинство и не то чтобы это там был подавляющий волк, но тем не менее. Много будет про гибкие методологии, соответственно, нужно будет знать, не факт, что вы управляли проектами в рамках этих фреймворков, но знать терминологию, артефакты, ритуалы, роли двух основных фреймворков, скрам и канбан, необходимо будет. И есть еще такой момент, сложно будет строителям, сложно будет тем, кто занимается производственными проектами и тем, кто создает в принципе в проектах материальные активы, потому что сейчас ориентация экзамена сильно сместилась в сторону IT, поэтому нужно будет знать еще и лексику IT. То есть вот эти вот все, сейчас я вернусь к предыдущему слайду, вот эти все понятия, бэклог, скрам мастер, канбан доска, приоритизация, ретроспектива, бёрндаун чарт, спринты, вот эти вот дейли скрамы и так далее, и так далее, вот это все нужно будет просто знать, потому что в формулировках вопросов это будет встречаться. Ну и если говорить про жизненные циклы, есть официальные установки института PMI, когда в вариантах выбора в вопросах экзаменационных, когда выбирать предиктивный жизненный цикл, скорее склоняться к тому, что описанный в кейсе проект нужно управлять по предиктивным правилам, а когда склоняться к agile. Вот здесь тоже очень такое точное разграничение, предиктивные жизненные циклы выбираем тогда, когда речь идет о строительных проектах, agile тогда, когда речь идет о софтверных проектах. Именно поэтому, поскольку много стало agile, 50% вопросов по agile, поэтому 50% вопросов будут включать в себя лексику IT, разработки программного обеспечения. Предиктивные жизненные циклы – это физические активы, agile – это интеллектуальные активы. Предиктивные – это проекты, для которых важна предсказуемость времени и бюджета, agile – это проекты, которые ведутся в сложном, комплексном, изменяющемся окружении. То есть гибкость – это гибкость к вот этим изменениям среды. Ну и если мы встречаем в явном виде указания на то, что в этом проекте произошло, при подготовке этого проекта произошло обращение к каким-то организационным активам, то есть есть какой-то накопленный опыт, какая-то накоплена историческая информация по предыдущим завершенным проектам, это тоже скорее сигнал склониться в сторону предиктивной методологии, выбора предиктивной методологии. Здесь речь идет именно о выборе вариантов ответа в вопросах. Дальше. Общая картина получается вот такая – по доменам и по методологиям. По доменам 50% процессы, 50% люди и бизнес, 42% люди, 8% бизнес. По методологиям 50% предиктивный жизненный цикл и 50% agile и hybrid, 22% agile и 28% гибридный жизненный цикл. Вот это то, что касается изменений в содержании, ну и, собственно, типы вопросов. Они ведь тоже поменялись. Вот это вот изменение экзамена, которое произошло в 2021 году, это, наверное, самое существенное изменение вообще за всю историю сертификации PMP. Вот типы вопросов. До января 2021 года тип вопросов был только один. Это кейс, задача, вопрос, пример, расчет, что-нибудь еще и 4 варианта ответов. И нужно было выбрать один единственный вариант, самый правильный. Ну, при том, что они могут быть все правильные, выбрать нужно было самый правильный. Со 2 января разные варианты появятся. И это, ну, в чем-то хорошо, в чем-то, может быть, станет сложнее. Хорошо в том, что экзамен становится разнообразным, он становится интерактивным, он предполагает более активное участие кандидата. Ну и, конечно, это, конечно, это, наверное, усложняет, собственно, саму по себе сдачу. Потому что помимо вот этого традиционного типа вопроса, который multiple choice, который там выбор из 4 вариантов, появился, например, еще выбор нескольких ответов. Ну, то есть в формулировке вопроса указано будет прямо, что из 5-6 вариантов выберите любые 3. То есть не придется, по крайней мере, угадывать, сколько нужно выбрать. Но 3 нужно будет выбрать правильных ответов. И здесь частично правильные ответы не засчитываются. Здесь только полностью 3 правильных выбора будут зачтены. Дальше. Еще один тип вопроса – это matching, сопоставление. Ну, multiple choice, понятно, выглядит традиционным совершенно образом. А сопоставление – это такое интерактивное перетаскивание элементов на экране, когда нужно будет сопоставить, например, какие-то документы каким-то фазам жизненного цикла проекта или какие-то процессы каким-то группам процессов, ну и так далее. То есть это буквально перетаскивание. И вот настолько, насколько я заглядывала сейчас в симуляторы, их же тоже обновляют под новую версию экзамена. Там в том числе тоже реализованы все вот эти вот варианты, о которых мы говорим. Ну, то есть в том числе в симуляторах появились вот эти вопросы с перетаскиванием, с сопоставлением. Это matching. Еще один вариант – это hotspot, горячие точки. То есть это не просто выбор из нескольких вариантов. Это, допустим, какая-то диаграмма, поставлен вопрос и надо где-то click the area, то есть где-то кликнуть на какой-то части этой диаграммы для того, чтобы, понятно, дать правильный ответ. Вопрос будет сформулирован и нужно будет выбрать, не знаю, что показатель какой-нибудь там по тому же освоенному объему или какой-то инвестиционный показатель, соответствующий правильному ответу на этот вопрос. Кстати говоря, если речь зашла об освоенном объеме, ну, по всяким сигналам и по официальным, и по полуофициальным, расчетных вопросов становится существенно меньше. То есть если раньше для кандидатов один из таких страхов были формулы, например, того же освоенного объема или формулы расчета там ранних-поздних дат, каких-то свободного временного резерва по задачам или расчет NPV, допустим, по проекту, то сейчас этого существенно меньше. Ну, кто-то из кандидатов говорит, что в принципе не встречалось ни одного вопроса на расчеты, но к тому времени, когда вы соберетесь сдавать экзамен, скорее всего, PMI сбалансирует это. Сейчас они наверняка тоже, ну, какое-то время будут откатывать эту базу вопросов. Это сбалансирует, и нужно ориентироваться по этому, так же, как и в Эджайли, здесь в расчетных вопросах тоже ориентироваться на официальную позицию PMI, на это рассчитывать. Дальше следующий вариант, который тоже встречается в fill-in-the-blank, ну, то есть это ввод какого-то значения. То есть буквально нужно будет руками с клавиатуры написать в какое-то поле что-то, да, ну, то есть это может быть какой-то там статус задачи на канбан-доске или еще что-нибудь подобное. Ну, в общем, к такому тоже нужно быть готовым. И еще один вариант, это кейс, который описан в формате аудио с транскриптом, то есть не обязательно будет там надевать наушники слушать или через динамики слушать, можно будет просто прочитать это в формате транскрипта. Но это кейс, да, то есть это прям какая-то конкретная жизненная ситуация и варианты ответов. И тоже нужно будет выбрать правильный вариант. Вот это то, что по типам вопросов изменилось. Ну, и идем дальше, да, по подготовке. Мы учебный центр, поэтому мы про подготовку, да, тоже хотим и можем рассказать. Во-первых, источники, на которые нужно ориентироваться. Экзамен PMP никогда не был экзаменом по PMBOK. PMBOK был одним из первоисточников, таким фундаментом лексики, фундаментом терминологии, принципов управления проектами и так далее. PMBOK скоро выйдет новый, седьмой. Вот мы запись ведем сегодня, 20 марта, и по полуофициальной информации анонс выхода седьмого PMBOK это 31 марта, то есть, ну вот совсем скоро. Вот в связи с выходом нового PMBOK тоже возникают вопросы, что там поменяется в экзамене. Экзамен поменялся, потом PMBOK поменялся еще раз, экзамен поменялся. И это может немножко сбивать с толку кандидатов в том смысле, что все старое забыть, все новое изучить. Нет, все не так. Если вы проходили уже подготовку, ну то есть, вы не впервые сталкиваетесь с этой темой, вы уже изучали какие-то материалы, то, допустим, вот вы к январю 21 года были готовы полностью в связи с изменением экзамена, можно сказать, что вы сейчас готовы процентов на 80. Ну то есть, еще примерно процентов 20 материала нужно добрать. Так вот, в связи с выходом седьмого PMBOK что-то в экзамене поменяется, но не так радикально, как поменялся сам экзамен. Еще раз повторюсь, экзамен и PMBOK, собственно, меняются в ответ на то, что изменяется профессия. И PMBOK седьмой версии анонсирован был еще год назад, больше даже, чем год назад. Мы проводили семинар по седьмой версии PMBOK в феврале прошлого года, и они должны были седьмую версию раньше выпустить. Но вот что-то им помешало, может быть, какие-то организационные условия внутри самого института PMI, может быть, собственно, пандемия тоже на этом сказалась. Но сейчас ждем в марте. Да, что-то в экзамене изменится, но не так радикально, как это было в январе. Ну и поскольку Agile, соответственно, в качестве дополнительных источников, исчерпывающие про выбор методологии в Agile Practice Guide, ну и такая очень устойчивая рекомендация изучить Scrum Guide и Kanban Guide. Есть официальные гайды и по Scrum, и по Kanban. По Scrum, сейчас попробую показать. По Scrum это... Стоп, стоп, это я ScrumBOK открыла. Scrum Guide. Это вот такой документ, ну, собственно, на 17 страниц руководства по Scrum, исчерпывающие руководства по Scrum. По крайней мере, эти 17 страниц дополнительно изучить. Scrum Body of Knowledge не нужно изучать, потому что там 400 страниц, а его нужно изучать, если вы сертификацию по Scrum хотите пройти. Но если вы хотите получить представление о Scrum, вот этих 17 страниц будет достаточно. Они есть и на английском, и на русском языке. Это официальное руководство по Scrum. И Kanban Guide. Это еще 15 страниц, но Kanban Guide, он есть только на английском языке. Это все есть в свободном доступе для скачивания в интернете. Найти это совершенно несложно. И вот это тоже нужно будет изучить дополнительно. Agile Practice Guide, Scrum Guide, Kanban Guide. Только Kanban на английском, и Agile и Scrum есть на русском языке. Вот. И поскольку добавился такой домен, как Business Environment, вот тоже такая устойчивая рекомендация заглянуть в материалы того же института PMI, которые посвящены портфельному управлению. Потому что, ну, наверное, логично предположить, что что-то будет заимствовано экзаменом из экзаменационных материалов по портфельному управлению. Ну, то есть, по крайней мере, контент, аутлайн по портфолио скачать, изучить, хендбуки, ну и так далее. Вот то, что, по крайней мере, есть в свободном доступе. И тоже стандарт по управлению портфелями изучать не нужно. Это если вы будете сертифицироваться на портфолио менеджмент, тогда да. А что-то вот, что определяет структуру экзамена портфолио, изучить, конечно, можно и нужно. Я намеренно не говорю сейчас о симуляторах и программах подготовки к экзамену PMI, потому что в этом смысле ничего не поменялось. То есть, все самые известные провайдеры, Рита Малкахи, Требкаст, ну и так далее, они все обновляют свои базы вопросов в симуляторах. Команда Риты выпустила девятую версию. Не знаю, сейчас она доступна на Амазоне или нет, недавно еще была недоступна, но сейчас можно уже посмотреть, наверное, они стали ее продавать. Кстати говоря, команда Риты Малкахи, когда обновился экзамен в январе, они чуть было не отказались вообще от идеи обновлять свою базу вопросов, потому что так много всего нужно поменять, даже технически платформу нужно поменять с учетом вот этих перетаскиваний и ходспотов и всего остального. Но выпустили вроде как. Препкасс тоже обновились, все обновились. В этом смысле ничего не поменялось. А вот с учебными курсами немножко поменялось. Я буду рассказывать про учебные курсы в рамках Центра специалистов. У нас всегда был, есть и будет авторский курс, который ориентирован на самоподготовку кандидатов к сдаче этого экзамена. Он 16-часовой. Это стратегия и тактика подготовки. То есть это разбор топиков, это примеры вопросов, это заполнение заявки, это то, на что необходимо обращать внимание, какие-то PMP-хаки и так далее. Для такой базы вопросов, в качестве базы вопросов, можно использовать наш пробный тест на сертификационный экзамен. Он есть на сайте специалист.ру. Но в этом году PMI выпускают свой авторизованный курс по подготовке к экзамену PMP. И это единственный курс в мире, который официально дает PDU, официальные PDU. Этот курс ориентирован на 40 часов академических и предполагает доступ к официальной платформе с базой вопросов, с симулятором официальной от института PMI. Она хостится на серверах PMI, соответственно, слушатели покупают доступ к этой платформе. Мой коллега Данил Юрьевич Динсес, он является первым аккредитованным инструктором по этому курсу, первым в России. Возможно, уже не единственным, но совершенно точно первым. И в понедельник на нашем сайте, Данил Юрьевич говорил недавно, появится информация об этом официальном курсе PMI. То есть, если для вас это интересно, я бы не стала, конечно, ориентироваться на то, что это прям декларация стопроцентной гарантии подготовки к экзамену. Но, тем не менее, это официальные материалы, с которыми можно работать. Если для вас это интересно, отслеживайте информацию на нашем сайте. Сам по себе курс, по совокупности факторов мы посовещались и выпустим в жизнь после летних каникул. То есть, где-то с осенью он будет идти. Понятно, что кандидаты и сейчас, и готовятся, и сдают. Ну, мы решили сориентироваться на осень. Если для вас этот курс 40-часовой будет интересен, сейчас действует промокод на участие в этом курсе PASS-экзам. И по этому промокоду, если вы его называете при звонке в центр «Специалист», вам полагается 20-процентная скидка. Вот такой вот приятный бонус. Структура этого курса PMI – это шесть модулей «Топики» и «Sample Questions», то есть примеры вопросов. Первый модуль – создание высокопроизводительных команд. Дальше второй – запуск проекта, выполнение проекта, поддержка работы команды, 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 да. Потом бизнес и рекомендации по подготовке и самопроверке. Обращу ваше внимание на то, что на этом 40-часовом курсе, это про 40 часов речь, на этом 40-часовом курсе не разбираются вопросы заполнения заявки или, например, прохождения аудита и так далее. А вот мы на нашем 16-часовом курсе об этом обязательно рассказываем. И ближайшие группы, на которые я вас с удовольствием приглашаю, вот первое – это уже буквально 25 марта проводить эту группу в 16-часовой будет «Данил Юрьевич Кинсис». Если есть желание попасть ко мне, это 5-6 апреля. Вот это то, что мне хотелось рассказать вам сегодня. Теперь время на вопросы. Теперь время на вопросы. От Алекса вопрос. Сейчас дайте мне время его прочитать. 180 вопросов – это все существующие ли вопросы или это некоторая часть из большого количества вопросов, которые рандомно выбираются? Конечно, это часть из базы. У них база в несколько тысяч вопросов. По аналогии 1С-профессионал всегда 14 вопросов, правильных ответов на зачет на 12, но в пакете 960, из них рандомно выбирается 14, а в пакете по управлению производственным предприятием – 1600. Из них случайный перечень из 14. Здесь база из нескольких тысяч. И не случайным, а интеллектуальным образом будут выбираться вот эти вот 180. Ну, то есть на основании того, как вы отвечаете на вопросы, будет подбираться каждый следующий. Вот так. Коллеги, пожалуйста, еще какие-то вопросы? Еще какие-то вопросы? С жизненными циклами, пока вы пишете вопросы, с жизненными циклами есть, кстати говоря, небольшой такой подвох, да, если речь идет про предиктив и про agile, и про hybrid. Ну, то есть вот методологии, которые необходимо описывать в заявке экзаменационной, которые потом выбирать в вариантах ответов, вроде как их три – предиктивная, agile и гибрид. А на самом деле ведь их пять типов жизненных циклов. Помимо этих трех есть еще итеративный, инкрементный жизненный цикл. И на самом деле надо немножко глубже изучить эту тему, потому что итератив, и инкрементал тоже будут в выборах вариантов ответов. Ну, приходите на курсы, будем это все обсуждать, будем рады вас видеть, ждем вас на наших группах. Сегодня, коллеги, спасибо вам большое. Мне осталось только тем, кто собирается сдавать экзамен, пожелать удачи. И экзамен PMP, вот говорят, там сложный экзамен, сложная сертификация. Мы же не ожидали с вами, правда, что там будут вопросы про то, какого цвета обложка PMBOOK. Там будут вопросы про управление проектами, все. То есть если вы управляете проектами, и если вы посвятили какое-то время изучению первоисточников, сдать экзамен – это абсолютно решаемая задача. Я вам желаю сдать экзамен и вовремя его продлять, подтверждать, потому что если сертификацию не продлить вовремя, потом придется все это делать заново. На сегодня, коллеги, спасибо. Будем рады видеть вас в Центре специалистов.